26-й лунный день. Ключевые слова, плавный переход от апатии к новым целям, обновление движения, разоблачение зла, понимание сути жизненного процесса, следование естественным природным ритмам, четкое определение своих жизненных позиций. Основные свойства дня. Жаба. Как и змея о лицетворении мудрости, но мудрости, которая не приносит никакой пользы человеку, ибо его подстерегает ложное обольщение собственным достижением. Нужно собрать все свои физические и духовные силы, чтобы не поддаться на различного рода провокации и искушения. Необходимо сохранять спокойствие и выдержку, не терять чувство юмора. Тяжел эмоциональными всплесками. Настроение людей скачет словно лягушка. Важно не относиться к себе слишком серьезно, будьте проще, обходитесь малым и довольствуйтесь тем, что есть. Расслабьтесь. Чем больше будете напрягаться и суетиться, тем сильнее оно вас затянет в трясину. Очень тяжелый период, когда нужно собрать все свои физические и духовные силы, чтобы не поддаться на различного рода провокации и искушения. Необходимо сохранять спокойствие и выдержку. Относиться к происходящему с некоторой иронией, и во что бы то ни стало не терять чувство юмора. 26-й лунный день тяжел не столько своими передрягами, сколько эмоциональными всплесками. Настроение людей скачет словно лягушка, еще минуту назад кто-то смеялся, а теперь уже плачет. Не успели оглянуться, а добродушная личность вдруг превратилась в сущего тирана и изувера. Эти лунные сутки чреваты такими неожиданностями. Главная же опасность 26-го лунного дня заключается в его способности затягивать в трясину. То есть преобладающие сейчас эмоции затянут вас в себя, словно болото. Недаром же болото, один из символов этих лунных суток. Если настроение будет грустным и тоскливым, то к концу лунного дня вы, что называется, по самые уши погрязнете в депрессии и вытащить вас оттуда уже никто не сможет. И наоборот, если вы будете много смеяться и радоваться, то в скором времени обнаружите, что ваш смех представляет собой не что иное, как нервный припадок, вы смеетесь не столько потому, что вам смешно, сколько содрогаетесь от нервных судорог. Сегодня соблюдение золотой середины в эмоциональном плане очень важно, так как день чреват сильной эмоциональной нестабильностью, большими, крайне противоположными перепадами настроения, ведущими к возникновению огромного количества конфликтов, ссор и скандалов. В 26-й лунный день легко попасть под чужое негативное влияние, вас попытаются уговорить принять участие в каком-либо авантюрном мероприятии, которое может закончиться для вас тюремным заключением. Поэтому будьте осторожны. Если у вас хоть на секунду возникнут сомнения насчет праведности своего поступка, лучше тут же прекратить его, иначе вас ждут неудачи и большие проблемы. Особенно осторожными нужно быть автомобилистом, аварии, столкновения, угоны, вот далеко не полный список того, что ждет тех, кто отнесется к сегодняшнему дню невнимательно. В 26-е лунные сутки также важно не относиться к себе слишком серьезно. Не впадайте в фатализм, как говорится, не делайте из проблемы проблему. Будьте проще, обходитесь малым и довольствуйтесь тем, что есть. Крайне противопоказано в этот период завидовать или испытывать ненависть. Расслабьтесь. Как уже говорилось, данное время похоже на болото, чем больше будете напрягаться и суетиться, тем сильнее оно вас затянет в трясину. Очень нежелательно сегодня отправляться в дорогу или командировку. Как бы хорошо путешествие ни началось, оно все равно закончится неудачно. Вы потеряете больше, чем найдете. Тибетская астрологическая школа считает, что это время благоприятно для того, чтобы давать различные обеты и клятвы. А кроме того, согласно тибетским поверьям, 26-й лунный день – день обретения всего желаемого, но в первую очередь духовных благ. Плох для любого общения. Хорош для адвокатов. Полезно работать над текстами, книгами. Лучше избегать перенапряжения или работы с непроверенным материалом. Часто приходит гордость, а потом тоска. Можно работать над этими свойствами. Легко перерасходовать силы, поэтому всю работу проведите осторожно. В 26-й лунный день высока вероятность ограблений. Если в этот день, выходя из дома, встретишь человека с полными сумками или ведрами, то можешь считать, что идешь по жизни правильно, если же во сне или наяву увидишь молнию, это предупреждение о том, что не укращены гордыня и тщеславие. Больному может понадобиться срочная помощь, окажите ее без промедления. Повышена вероятность межличностных конфликтов. Сегодня легко попасть под чужое негативное влияние, вас попытаются уговорить принять участие в каком-либо авантюрном мероприятии, которое может закончиться для вас тюремным заключением. Поэтому будьте осторожны, если у вас хоть на секунду возникну сомнения насчет праведности своего поступка, лучше тут же прекратить его, иначе вас ждут неудачи и большие проблемы. Крайне противопоказано в этот период завидовать или испытывать ненависть. Очень нежелательно сегодня отправляться в дорогу или командировку. Вы потеряете больше, чем найдете. Существует опасность перерасходовать свою энергию на пустяки. А потому рекомендуется воздерживаться от активных действий, отдыхать и экономно тратить энергию. В этот день ничего не стоит предпринимать и начинать, так как все это принесет только потери и ущерб. Искаженное восприятие себя и окружающего мира. Наломать дров и «наступить на грабли» сегодня проще простого. В связи с этим нельзя начинать серьезных дел, вы можете переоценить или наоборот недооценить свои возможности и потерпеть неудачу. Неправильную самооценку помогут выявить окружающие. Если вас критикуют, пытаются, поставить на место, значит, вы действительно сильно обольщаетесь на свой счет. Имеет смысл прислушаться к критике, принять мнение того, кто говорит, что вы неправы. Человека же с заниженной самооценкой сегодня наоборот могут хвалить и одобрять. Деньги сегодня поберегите. Вообще. В конце лунного месяца не стоит делать крупных покупок и злоупотреблять прогулками по магазинам, это не самое лучшее время для шопинга, а вот риск растратить деньги впустую или нарваться на мошенников очень велик. Не следует также связывать себя обязательствами, заключать договоров. Давайте брать в долг. Обождите, пока месяц закончится. Проведите день спокойно, в одиночестве или в окружении симпатичных вам людей. Постарайтесь не лезть на рожон и не ввязываться в конфликты. Сегодня многое будет восприниматься болезненно, раздражать. Не отождествляйтесь ни с чем. Воспринимайте все происходящее, как на спектакле в театре или кино. Если нужно куда-то идти, обязательно следует установить выходом из дома защиту, применив любую из методик 9 и 23 лунных дней. Работают над текстами, книгами. Лучше избегать перенапряжения или работы с непроверенным материалом. Часто приходит гордость, после тоска. Можно работать над этими свойствами. Легко перерасходовать силы, поэтому всю работу проводить осторожно. Влияние на личность, самодовольство и самообман – правящие качества этого дня. Нельзя верить ни обещаниям, ни клятвам, ни угрозам. Не склоняйтесь к крайностям в проявлении эмоций, благоприятнее избежать проявлений тоски, печали, буйного веселья. Лучше поберечь силы и здоровье для будущего цикла. Следует остановиться и вовремя замолчать, а контакт – ограничить. Общаться лишь по необходимости и с самыми надежными людьми. Избегайте суеты, сплетен. Очень хорошо встретиться с каким-нибудь мудрым человеком, который поможет трезво оценить действительность и наставить на путь истинный. Рекомендации, познание жизни, худшие в людях, трезвая оценка действительности. В этот период не следует что-либо предпринимать или начинать. Все начинания принесут одни убытки. Вы получите небольшой бонус. Если хорошо работали в течение предыдущих дней лунного месяца. Прислушайтесь к советам друзей, не отвергайте их предложений. Избегайте шоппинга. Деньги лучше экономить, есть опасность растратить их впустую или потерять. Тибетская астрологическая школа считает, что это время благоприятно для того, чтобы давать различные обеты и клятвы. А кроме того, согласно тибетским поверьям, 26-й лунный день – день обретения всего желаемого, но в первую очередь духовных благ. Предупреждение – высока вероятность ограблений и потерь материальных и энергетических. Следует быть максимально собранными и внимательными. Особенно велик риск растерять энергию во время разговоров. Поэтому сегодня нужно быть очень внимательными в контактах, общаться только с теми, в ком вы уверены, и избегать пустой болтовни даже по телефону. Луна во льве способствует приподнятому, бодрому настроению. Мускулы вздуваются, играют, правит решимость, человек собирается с духом, отваживается на решение. Границы несколько расплываются, кажутся легко преодолимыми. Нам кажется, что мы все можем, на все способны. Еще чуть-чуть, и весь мир у наших ног. В дни льва хочется, чтобы нас хвалили, делали нам комплименты. Не поскупитесь на добрые слова для других, вам ответят тем же. Луна в знаке зодиака льва хороша для праздника, веселья. Наилучшим образом проходят презентации. Желательно нарядно одеться, привести себя в порядок и отправиться куда-нибудь, где много народу и царит праздничная атмосфера, в театр, на концерт, в гости. В эти дни люди придают особенно большое внимание внешности, то, как вы выглядите, будет непременно замечено. Если хотите произвести благоприятные впечатления, используйте дни льва на всю катушку. Луна во льве, дни льва, здоровье. Импульс луны во льве заставляет петь всю систему кровообращения. Теперь она намного активнее, чем в другие дни. В дни льва временами сильнее болит спина и сердце немного, сходит с ума. Луна во льве повышает чувствительность сердца. У кого проблемы с сердцем, следует избегать утомительных путешествий и всего, что перенапрягает сердце и систему кровообращение. Желательно воздерживаться от излишних волнений. Нельзя давать нагрузку на сердечную мышцу, так как это может закончиться инфарктом или сердечной недостаточностью. В дни льва человек подвержен различным радикулитам. Нельзя напрасно тратить физические силы, так как это потребует значительно большего расхода энергии, чем обычно. После такой траты энергии, когда луна перейдет в знак девы, может наступить болезненное состояние. Поэтому физические силы в период пребывания луны во льве следует расходовать экономно. Может появиться нервозность и бессонница. В это время можно проводить лечение всех сосудистых заболеваний и болезней нервной системы, судорог, дрожание. Рекомендуется лечение голеней, суставных заболеваний, органов зрения. Не стоит трогать родинки, бородавки и огрубелости на коже. Когда луна во льве, исключается хирургическое вмешательство в области сердца, всей сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения, позвоночника и ребер, диафрагмы, селезенки. Противопоказаны операции на сердце, а также все то, что дает нагрузку на сердце. Однако в дни льва можно оперировать глаза и голени и давать нагрузку на эти области тела. Благополучно пройдут пластические операции на лице для коррекции формы подбородка, устранения складок и отложений на шее и бедрах. Разрешается удаление доброкачественных опухолей. Термический и хирургический лифтинг, пилинг, физиопроцедуры. Луна во льве, дни льва, красота, стрижка волос. Луна во льве – очень благоприятное время для стрижки волос. Волосы становятся сильнее и пышнее. Если дни льва приходятся на полнолуние, эффект стрижки усиливается. Если первую стрижку ребенка произвести в это время, то у младенца со временем появится львиная грива. В дни льва хорошо удается химическая завивка волос, они получаются особенно курчавыми. Тем, кто не стремится получить курчавую гриву, а предпочитает легкие локоны, делать химическую завивку при луне во льве не рекомендуется. Внешность выиграет, если принимать в эти дни минеральные и радоновые ванны, а также паровые ванны и горячие маски, они хорошо освежают. В дни льва можно подбирать себе косметику и делать макияж, выбор будет удачным. А вот обувь, купленная в эти дни, быстро сносится и придет в негодность. Влияние четвертой фазы луны на человека, во время этой фазы луна негативно влияет на пищеварительную систему, одновременно теряется активность, нужен серьезный стимул, чтобы работать и двигаться в выбранном направлении. При интенсивных нагрузках быстро появляется усталость, все получается не так. Как задумывалось изначально, зато половая активность на высоте – это отличный период для близости, зачатие ребенка, психологическое воздействие проявляется в повышенной возбудимости, впечатлительности и даже мнительности, кажется, что окружающие несправедливы, конфликты вспыхивают по щелчку пальцев, Сложно быть терпимым к чужим опрометчивым словам, в этот период людей легко спровоцировать на забастовку или протест, достаточно одной искры, чтобы в толпе вспыхнул негатив, недовольство своей жизнью и желание все изменить. Вместе с тем фаза бальзамической луны характеризуется как время для исцеления, оздоровление и восстановление сил – это период, конечно, с некоторыми звездочками, когда можно улучшить здоровье, исправить недостатки или выйти из трудных ситуаций. Это не слишком хорошее время для начала новых проектов, зато отличное время для подведения итогов и внутреннего диалога, накопленная энергия выплескивается наружу, если человек за прошлые фазы не растратил ее, то теперь возникает потребность все наверстать, это еще удается в начале фазы. Но в дни Гекаты – это 28, 29 и 30 дни лунного цикла, исход дел редко бывает положительным, чего нельзя делать в четвертую фазу луны, астрологи утверждают, что в этот период нужно позаботиться о здоровье и укреплении иммунитета. Поэтому не стоит лишний раз провоцировать заболевание, старайтесь не переохлаждаться, откажитесь от холодных напитков и трепетно отнеситесь к себе, даже если вам кажется, что бояться нечего. Лучше выбрать новый комплекс витамин и больше слушать себя, с физическими нагрузками тоже не стоит борщить. Так же как и с вкусными, но вредными продуктами, в этот период есть риск заработать проблемы с пищеварением. В четвертую фазу луны особенно чутко нужно относиться к своему здоровью. Данное время категорически не подходит для серьезных покупок, если руки чешутся и шапоголизм таки берет верх. Лучше покупайте продукты впрок или сделайте запас бытовой химии, все остальное стоит отложить до лучших времен, в противном случае можно глубоко разочароваться, ведь телефон, о котором вы так долго мечтали, окажется бракованным, туфли – неудобными, а пальто – непрактичным и ненужным. Важные денежные операции тоже под запретом, как и заключение договоров, введение переговоров. Не стоит брать деньги в долг, лучше вообще держаться подальше от материальных вопросов, но вот займ вернуть стоит. Считается, что в этот период финансовые потоки легко восполняются. Не стоит планировать на этот период свадьбу или решать начать жить вместе. По статистике такие поступки во время этой фазы редко бывают удачными и обычно заканчиваются расставаниями, что можно делать в четвертую фазу Луны, нужно стараться придерживаться здорового питания, можно принимать витамины. Есть больше фруктов и ягод, чтобы поддержать иммунитет и дать организму ресурсы бороться с угнетающим влиянием Луны, в этот период постарайтесь есть только полезные продукты, полезно проводить очищающие процедуры, делать разгрузочные дни, важно следовать распорядку дня и не нарушать его. Дабы не вызывать еще более разбитое состояние, период отлично подходит для того, чтобы бросить курить или отказаться от другой вредной привычки, попробуйте бросить курить, к этому начинанию Луна будет благосклонна, в эти дни нужно завершать начатое в прошлые фазы, подвести итог месяца. Не начиная и не планируя ничего нового, именно этот период подходит для расставаний. Принятие решения о разводе, расторжении деловой сделки, все логические завершения проходят эмоционально, но расчищают путь для новой жизни, нужно стараться мыслить позитивно, избегать конфликтов и стрессов. Важно качественно отдыхать, если нет сил даже встать с кровати, то постарайтесь снизить темп жизни и пощадить свои психологические и физические ресурсы. Влияние четвертой фазы Луны на знаки Зодиака, Овен, этот знак Зодиака наконец-то обретает самоконтроль. Ему комфортно под убывающей Луной, чем меньше ее воздействие, тем больше у него сил и чище разум. Это прекрасное время для завершения дел, анализа достижений. Овны подводят черту под уходящим циклом, готовясь к новым подвигам и набираясь сил, Телец, представителям этого знака становится сложнее с каждым следующим днем этой фазы, появляется раздражительность, пассивность, Тельцу кажется, что много не сделанного, упущены возможности, и он получил не все. Чего хотел, он очень требователен к себе и повышает планку, стараясь сделать последний рывок, но ему не всегда хватает ресурсов, чтобы совершить задуманные, Близнецы, меланхоличным взглядом провожают удаливающуюся Луну, нисколько не переживая, физически они могут чувствовать себя не на высоте. Но на психологическое состояние спутник не повлияет, Близнецы завершают дела, уже намечая план дальнейших действий, стоит быть осторожнее со словами, их могут исказить и понять неправильно, что спровоцирует конфликт, рак, теряя своего покровителя Луну, он становится задумчивым и квелым. Исчезает его недавняя активность, эмоциональность и деятельность, перед окружающими предстает сдержанный человек, который пережидает время, чтобы снова наполниться силами Луны, в этом периоде лучше не начинать новых дел и стараться не ввязываться в сомнительные истории. Лев Луна снижает свое действие, но Лев этому только рад, в этот период он делает головокружительные карьерные рывки и кульбиты, удивляя всех своей смекалкой, умом и смелостью, чем пассивнее окружающие, тем большим подвигом кажется любая инициатива Льва, а его идеи выделяются неординарностью. Дева Появляются негативные мысли, Девы недовольны результатом проделанной работы, их перфекционизм усиливается. Сейчас им не хочется ничего делать, потому что идеально все равно не получится. Лучше не давать в этот период деньги в долг, потому что возврата придется ждать долго. Весы Луна почти не влияет на весы, чем представители этого знака активно пользуются. Они решительно двигаются вперед, пока остальные дремлют и сомневаются. Окружающих удивляет их выносливость и ум, они чувствуют растерянность. А весы собраны и готовы полноценно работать. Скорпион Ему стоит избегать конфликтов и ссор, особенно в последние дни лунного месяца. Эти столкновения сначала покажутся мелочью, но позже повлекут за собой крупные неприятности, что сильно усложнит жизнь. Стрелец Этот знак зодиака рад снижению активности Луны. Наконец он может избавиться от ее влияния и стремительно двигаться вперед, дела легко решаются. Стрелец вспоминает, что он везунчик и любимец фортуны, чуть осторожнее стоит быть в дни гекаты, но остальное время идеально для завершения грандиозных дел и получения заслуженных наград за свои труды. Козерог Представителю этого знака сложно начать перестраиваться на новый цикл, он, как трудовая лошадка, не сбавляет темп и упрямо несется дальше и может упустить момент, когда пора подумать о завершении дела, отступить. Если оно не получается, Луна подгоняет Козерога. Провоцирует его работать сверх своих сил, что приводит к проблемам со здоровьем, психологическим срывам. Водолей Этот знак зодиака успешно реализует свои планы, ему стоит в этот период больше работать самостоятельно и быть внимательнее к своим близким. Холодность водолея приводит к недопониманию и конфликтам, которых можно избежать, если проявить сочувствие и стать менее эмоциональным. Рыбы, представители этого знака чувствуют себя слабыми и опустошенными, если дел осталось много и времени закончить их нет, они могут бросить их на полпути. Решив вернуться к вопросу позже, они не готовы тратить свои ресурсы и преодолевать себя, в эти дни им хочется домашнего уюта, спокойствия и ощущения счастья и надежности, спокойные и размеренные домашние дела успокаивают, поэтому стоит больше проводить времени с семьей. Субтитры создавал DimaTorzok